Привет! Это программа SportMix. Миллион спортивных советов о том, как укрепить здоровье, обрести хорошую форму и всегда находиться в чудесном настроении. Меня зовут Иван Шарпилов. Давайте жить с фитнесом вместе. Сегодня в программе. Разберем три вариации планки. Хорошо прорабатываются мышцы кора, отлично работают мышцы-стабилизаторы, верхний ключевой пояс. В общем, одни плюсы и никаких минусов. Узнаем, что танцы всем возрастом по силам. Мы танцуем все, что необходимо человеку в жизни. Приготовим вкусную и полезную закуску из свеклы. Миллион спортивных советов прямо сейчас. Самый практичный и простой способ привести свое тело в порядок, а вместе с ним и себя, это делать упражнения с собственным весом. Планка – королева среди таких упражнений. Разбираем несколько вариантов прямо сейчас. Есть очень часто выражение о том, что минута – это очень быстро, но только не для тех, кто не стоял в планке. Сегодня я вам покажу три различных вариации планки. Плюс в том, что вы, в принципе, можете выполнять это упражнение в любом месте. Вы можете дополнительно включать свою тренировку. Планка классна тем, что хорошо прорабатываются мышцы кора, отлично работают мышцы-стабилизаторы, верхний ключевой пояс. В общем, одни плюсы и никаких минусов. В планке мы стоим в среднем минуту. Можете начинать с 40 секунд, можете продолжать до полутора минут. Работаем в районе где-то 3-4 подхода на каждое упражнение. Поехали! Вы помните, что самое главное? Самое главное – это техника. Поэтому соблюдаем технику. Итак, обратите внимание, у меня плечо на уровне запястья. То есть не выходит ни вперед, ни назад. Становимся ровно. Прогиба в спине убираем. Чуть-чуть подгибая ягодицу, для того, чтобы максимально убрать нагрузку с поясничного отдела. И попеременно левым коленом тянемся к правому локтю. И наоборот. При этом мы как бы скручиваемся. То есть при таком вот случае у нас работает и пресс. То есть мы хорошенько скручиваем. При этом мы стоим в упоре. Соответственно, у нас уже работает верхний плечевой пояс. В общем, ну классно. Классно! Второе упражнение. Мы с упора, когда у нас рука ровная, сгибаем локоть до угла 90 градусов. Ни в коем случае мы не скручиваем руку, да? То есть у нас плечо смотрит ровно в пол. То есть мы ни вперед, ни выезжаем, ни назад. Это упражнение тоже выполняем в течение минуты. Итак, локоть согнут. И переходим на боковую планочку. Обратите внимание, две стопы лежат на полу, да? Вытянули ручку. Угол один ровненький. Посмотрите, одна ровненькая линия. И точно так же переходим на другую. Выполняем тоже 3-4 подхода по минутке в идеале. Выполняя планку, соблюдайте технику. Плечо должно быть на уровне запястья. Не прогибайте спину. Поднимите ягодицы. Коленями тянитесь к противоположному локтю. Опуститесь на предплечье. Плечи должны смотреть по направлению локтей. Поднимайтесь поочередно на прямые руки. Во время боковой планки обе стопы лежат на полу. Рука в упоре образует угол в 90 градусов. Вторая рука поднята вверх. Сделайте такое же упражнение на другую сторону. Чередуйте. Стойте в каждой планке по минуте и сделайте 3-4 подхода. Танцы всегда и в любом возрасте идут на пользу. Ведь это и спортивная тренировка, и наслаждение от музыки, от общения, от творчества. И это далеко не все плюсы от занятий танцами. Аргентинская танго, сальса, бачата и ча-ча-ча. Фокстрот и венский вальс. Все эти танцевальные направления можно осваивать не только в детском и подростковом возрасте. Танцы для взрослых. Это программа, разработанная специально для больших учеников и с учетом требований мировых танцевальных школ. Есть Всемирная Организация Танцевальных Школ Мира. И у них есть единая программа для танцевальных школ. То есть все шаги, которые учатся в танцах в этих школах, они должны совпадать во всем мире. Вот мы начинаем с этой программой. А потом мы танцуем все, что необходимо человеку в жизни. То есть бальные танцы в популярной форме, танцевальные новинки, модные направления. Если танго аргентинская, немножко танго. Если мамба, немножко мамба. В общем, все, что сейчас происходит в мире. Занятия танцами в любом возрасте улучшают физическую форму человека, а еще стимулируют работу мозга, помогают социализироваться, снимают стресс и повышают уверенность в себе. Раньше танцевали на танцплощадках, а сегодня вот в таких клубах по интересам. Я вижу по ним, когда они приходят уставшие, и потом они уходят довольные, энергетически такие подкачанные, когда у них начинается координация, удовольствие, общение. Это же известно сейчас, что танцы – это релакс очень хороший, ведь даже во многих клиниках сейчас вводят танцевальный зал. Пары у нас сформируются сами, так как они хотят. Они должны получать удовольствие. Мало этого, у нас неважно, если приходят только женщины, без партнеров. Женщина тоже человек, который может танцевать в любой момент, и поэтому это не проблема. Партнер нам нужен, но это не обязательно условие. Танец позволяет наслаждаться любимой музыкой, не только слушая ее, но и пропуская через все тело. В танце тело оживает и раскрывается, и зачастую тело способно сказать то, чего не выразить словами, не нарисовать красками и не вылепить из пластилина. И это очень большая работа – научить свое тело двигаться, но работа, которая в 100% случаев дает положительный результат, как с физической, так и с психологической точки зрения. Этот овощ встречается во всех континентах, кроме Антарктиды. В ассирийских текстах описывается его выращивание в висячих садах Семирамиды. Вот такая необычная и самая простая свекла. Готовим вкусный и полезный салат прямо сейчас. Сегодняшнее блюдо – прекрасная закуска к праздничному столу. Не только вкусная, но и полезная. Наполеон из свеклы. Готовим прямо сейчас. Для заправки нам понадобится половинка лимона и столько же граната. Выжимаем из них сок. Отставляем. Займемся начинкой. В миску выкладываем нежирный творог, сыр фета, семена подсолнечника и немного молотой паприки. Очищаем стебель сельдерея. Шинкуем его как можно мельче. Отправляем к остальным ингредиентам. Точно так же поступаем с чесноком. Добавляем гранатово-лимонный сок в миску. Немного оливкового масла для придания эластичности. Вымешиваем все до однородной массы. Теперь отварную свеклу нарезаем кольцами. Толщина 5 миллиметров. Выравниваем специальной формочкой. Свекла содержит в себе огромное количество полезных витаминов и микроэлементов. В ней можно найти витамин А, всю группу витамина В, витамин В, а также фосфор, кальций, магний, калий, йод, медь, натрий и цинк. В свекле также есть фолиевая и аскорбиновая кислоты. Этот овощ благоприятно влияет на работу сердца и сосудов, помогает снизить риск высокого уровня холестерина. Свекла – диетический продукт. Ее калорийность всего 40 килокалорий на 100 граммов. Формируем блюдо. Для этого на ломтик свеклы выкладываем часть начинки. И так несколько слоев. Последний слой – начинка. Украшаем листиками петрушки и зернами граната. Оставшийся сок подаем в качестве соуса. Блюдо готово. Приятного аппетита! Начинайте с малого и достигнете главного – отличной формы и чудесного настроения. Миллион спортивных советов. Проверьте каждый и воспользуйтесь лучшими. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...